Сгорел сарай, горе и хата, говорят в народе. Видимо, такое же умозаключение движет выбывшим из гонки, но пока еще действующим президентом США Джо Байденом. Президентом он уже точно не будет. Зачем заботиться о решении проблем тех, даже если этот кто-то за него когда-либо голосовал? Хватит и так помогли, чем могли, заявил Байден и отказался предоставлять дополнительную помощь американцам, которые пострадали от урагана Хелена. Ущерб от стихии оценивается в десятки миллиардов долларов. Ураган мощно ударил по юго-востоку США свыше сотни погибших и миллионы без электричества. Ольга Давидович, о ситуации в Штатах, которые пострадали от стихии. Дома, скрывшиеся фактически по крышу в воде размытой дороги, разрушенные мосты, оборванные линии электропередачи и поваленные деревья. Так сегодня выглядит юго-восток США, по которому пронесся ураган Хелен. Его же признали самым смертоносным среди затронувших Штаты за последние 35 лет. Жители Флориды, пережившие множество штормов, заявляют, что не видели ничего подобного. Разрушительная стихия. Мы все выросли здесь. Здесь жил мой дедушка. Все наши воспоминания остались в этом разрушенном доме. И это так грустно. Моего дома больше нет, просто нет. Вон там слева он был, а теперь просто исчез вместе со многими другими. Жертв стихии уже более ста человек. Число пропавших без вести измеряется сотнями, если не тысячами. В одной только Северной Каролине получены сообщения о шести сотнях исчезнувших людях. Уточняется, что к этому числу относятся американцы, просто оставшиеся без средств связи. Впрочем, ужаса населению добавляли призывы местных властей писать на руках черным маркером личные данные, чтобы цитата можно было быстро опознать, если что. Я хочу напомнить всем жителям Северной Каролины, что условия на местах остаются чрезвычайно опасными. Наводнение продолжается, дороги повреждены. Есть оборванные линии электропередачи и неустойчивая почва. Мы просим людей не рисковать и не возвращаться в пострадавшие от урагана районы, чтобы проверить имущество или близких. Дайте профессионалам сделать свою работу. И это касается не только жителей Северной Каролины. Во многих районах, где похозяйничала Хелен, до сих пор нет электричества. До сих пор около трех миллионов домов и предприятия отрезаны от энергоснабжения. Местные жители столкнулись и с дефицитом топлива. На заправочных станциях многокилометровые очереди. В Северной Каролине из-за отсутствия энергии отключились семь водоочистительных станций, из-за чего без водоснабжения остались около 70 тысяч семей. Кроме того, из-за поврежденных дорог осложнена доставка питьевой воды в пострадавшие районы. Как вы видите, многие дома и предприятия по всему побережью штата понесли ущерб. Сейчас мы сотрудничаем с партнерами по управлению чрезвычайными ситуациями, чтобы открыть убежище для пострадавших. Мы надеемся решить этот вопрос в скором времени. Последствия урагана ликвидируют три тысячи спасателей. Масштаб материальных потерь еще не подсчитан, но исчисляться он будет десятками миллиардов долларов. У президента Байнона, кстати, поинтересовались, будет ли выделена помощь пострадавшим. Хозяин Белого дома ответил односложным – нет. Им уже помогли. Чем могли. Мы отдали им все, что у нас есть. Мы прибыли на место бедствия заранее и усердно там работали. Нет, больше ничего. Мы им и так дали много. Критика подобного безразличия властей не заставила себя ждать, особенно на фоне бесконечных траншей военной помощи украинским властям. О спорных приоритетах Белого дома пишут сейчас и политики, и журналисты. Где Камела и Байден? Вот если бы это произошло в Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале. Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину. Простые американцы устали от подобного безразличия. Стихия врушилась на регион еще в прошлый четверг, а власти до сих пор не могут не толком оценить. Ущерб от масштабных разрушений не централизованно помочь в ликвидации последствий стихии. В Белом доме ранее заявили, что Байден посетит пострадавшая шторма общины в конце этой недели, когда эта, цитата, не будет мешать операциям по экстренному реагированию. Увильнул, так увильнул. Ольга Давидович, Михаил Другаков, Первый информационный.